Итак, возвращаясь к теме моей презентации, почему неоадливантная и адливантная терапия немелкоклеточного рака лёгкого остаются актуальны. Мы понимаем, что потенциально резектабельных пациентов порядка 30%, и реально патологическая третья стадия даёт нам пятилетнюю выживаемость порядка 25%, а патологическая первая Б стадия даёт порядка 23%. Следовательно, в этой ситуации любые опции, которые дают возможность увеличить выживаемость пациентов, должны быть в нашем арсенале. Итак, клинические рекомендации ЭСМА и та ситуация, которая разворачивается в настоящее время, ориентирует нас на то, что принятие решения об варианте лечения для пациента должно быть мультидисциплинарным. Мультидисциплинарная оценка становится краеугольным камнем в принятии решения. Вы видите, что в соответствии с клиническими рекомендациями, адливантная химия, лучевая или химиотерапия остаются обязательной опцией при нераспространённом раке лёгкого. Так выглядят рекомендации РУССКО 2018 года. Мы понимаем, что в ситуации, когда речь идёт о резектабельной опухоли, мы можем в качестве отдельной опции рассматривать индукционную химиотерапию при Н2 с использованием платиносодержащих дуплетов, либо в ситуации, когда речь идёт о радикальной резекции опухоли с медиастинальной лимфодисекцией, мы говорим об адъювантной химиотерапии, также с использованием препаратов платины. В том случае, если речь идёт о нерадикальной операции, либо наличии позитивных краев резекции, мы можем предложить пациенту химио-лучевое лечение, химиотерапию, либо лучевую терапию. Два подхода мы сегодня рассматриваем. Итак, адъювантная химиотерапия. Большой интерес к этому методу лечения был в 80-е и 90-е годы, и вы видите, что основная масса исследований, на которые мы можем до сих пор ориентироваться, они принадлежат всё-таки к концу 20-го века и первому десятилетию 21-го века. Наиболее важным исследованием стал метаанализ ЛАСЭ, который, включив огромное количество исследований и охватив почти 5000 пациентов, дал им информацию о том, как влияет адъювантная терапия на общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования. Обратите внимание, что снижение риска смерти идёт на 11%, абсолютное повышение общей выживаемости через 5 лет составляет более 5%. Снижение риска прогрессирования заболевания составляет 16% и выживаемость без прогрессирования через 5 лет почти 6%. Мне кажется, очень важным в этом метаанализе стало рассмотрение эффективности адъювантной терапии в зависимости от стадии заболевания. И максимальный профит получают пациенты со 2-й и 3-й стадии. Вопрос с 1-й стадии мы обсудим чуть позже. Совершенно очевидно, что пациенты с 1-й стадии никакого эффекта при проведении адъювантной терапии не получают. Ещё одно очень важное исследование BR-10, которое ставило задачей посмотреть выживаемость при 2-й стадии немелкоклеточного рака лёгкого и обсудить вопрос, не нивелируется ли эффект терапии в течение времени. Результаты порадовали. Стало понятно, что с течением времени эффект при проведении адъювантной химиотерапии сохраняется, и пациенты со 2-й стадии получают профит при назначении адъювантной химиотерапии. Пациенты с 1-й B стадии. Когда имеет смысл проводить адъювантную химиотерапию пациентам с 1-й B стадии? Под анализ позволил констатировать, что только в ситуации, когда размер опухоли более 4 см, целесообразно проведение адъювантной химиотерапии. Важный вопрос для онкологов. Имеет ли смысл лечить пациентов пожилого возраста? Не представляет ли это риски? Не усиливаются риски при проведении химиотерапии? Под анализы, которые были проведены в исследовании BR-10, показали, что пациенты в возрасте 65 лет и более могут лечиться и получают хорошие эффекты, токсичность не возрастает. Однако возрастная группа, особенно более 75 лет и группа более 70 лет, всегда заставляет задуматься, оценить риск и пользу. И в этой ситуации нас предупреждают, что выбор варианта адъювантной терапии у этой подгруппы – это вопрос для врача, но скорее нет, чем да. Неоадъювантный подход. Безусловно, теоретические предпосылки к проведению неоадъювантной химиотерапии существуют. Мы понимаем, что болезни носят системный характер уже на раннем этапе, и предоперационная местно-региональная циторедукция, которая достигается с использованием лекарственной терапии, это хороший вариант. Как правило, лечение, проводимое до оперативного вмешательства, лучше воспринимается пациентом, переносимость гораздо лучше, что дает возможность подведения адекватных доз в предоперационном периоде. Несколько исследований, на которых бы мне хотелось остановиться. Это достаточно давняя работа, где оценивалась неоадъювантная химиотерапия при третьей стадии и семилетнее наблюдение. Мы видим, что химиотерапия из последующей операции дает медиану выживаемости около 12 месяцев, проведение только операции около 5 месяцев. Это достаточно серьезный профит в сторону совместного проведения предоперационной химиотерапии. Еще один метаанализ – неоадъювантная химиотерапия и хирургическое вмешательство или только хирургическое вмешательство. Вы видите, что данные неоднозначны, ряд исследований показывают преимущества неоадъювантного режима, ряд исследований не демонстрируют его преимуществ. Таким образом, данный метод лечения показан определенной когорте пациентов, об этом я скажу чуть позже, и учитывая этот факт, мы можем сказать, что да, определенной группе пациентов мы определенно можем принести пользу, проводя неоадъювантное лечение. Предоперационная химио-лучевая терапия или химиотерапия, исследование, которое я демонстрирую, доказывает, что и тот, и иной вариант лечения имеет право на существование и эффективность двух методов лечения сопоставима. Важный вопрос, что предпочесть, адъювантную или неоадъювантную терапию, и исследование НАТХ ответило на этот вопрос. Оно имело три рукава. Пациенты с неоадъювантной терапией, только получившие хирургическое вмешательство, и пациенты, получившие адъювантную терапию после этапа хирургического лечения. Обратите внимание, что эффективность как неоадъювантной, так и адъювантной химиотерапии сопоставима, составляет более около 6%. Таким образом, это прерогатива врача решать, что предложить пациенту адъювантный или неоадъювантный режим вмешательства. В настоящее время стандартные подходы к терапии по операбельного немелкоклеточного рака лёгкого выглядят следующим образом. Мы видим, что при большом риске прогрессирования, при больших опухолях мы пациенту предлагаем адъювантную химиотерапию. Мы понимаем, что частота нежелательных явлений третьей степени и боли будет достаточно высокой. Мы понимаем, что у оба варианта неоадъювантная химиотерапия и адъювантная химиотерапия имеют одинаковую эффективность. Что же сейчас может улучшить, позволить улучшить стандарты этих подходов? Мы живём в эпоху внедрения ингибиторов и контрольных точек, и иммунотерапия в сегменте адъювантного и неоадъювантного назначения может также, мне кажется, показать очень интересные результаты. Очень важно предиктивное рассмотрение предикторов эффекта назначаемых ингибиторов контрольных точек, и с этой позиции PD-L1 статус остаётся краеугольным. И мы понимаем, что прогностическая значимость этого показателя очень высока, и это то, на чём мы должны основываться, выбирая вариант ингибиторов контрольных точек в раннем раке лёгкого. Ещё один интересный маркёр – это мутационная нагрузка, о которой мы в последнее время говорим. Мне показался этот поданализ крайне интересным, поскольку работа выполнена на результатах метанализа ЛАССЕ, который, вы помните, в конце 90-х годов был представлен. Обратите внимание, что мутационная нагрузка влияет на всё, вплоть до эффективности цисплотина. Совершенно очевидно, что мутационная нагрузка ассоциируется с патоморфологическим ответом на неоадъювантную терапию. Перед вами исследование, где в качестве неоадъювантного агента был использован неволумаб, и вы видите, что этот показатель является важным и чётким предиктором ответа на терапию. Ещё один интересный аспект – это комбинированное назначение ингибиторов контрольных точек, и тому есть хорошие предпосылки. Мы знаем, что исследование, которое продемонстрировало два неоадъювантных введения неволумаба, правда, на очень небольшой когорте пациентов, порядка 30, мы помним, что 9 человек получили под полный патоморфологический регресс опухоли. И считается, что комбинированное назначение ингибиторов контрольных точек должно оказать более сильное воздействие, что мы и видим по данным этого исследования, которое было представлено на АСКО в этом году. Платим ли мы увеличением количества осложнений за эту стратегию? Мы видим, что не увеличилось число переоперационных осложнений, и смертность не возросла. На самом деле продолжается и проводится огромное количество исследований с использованием ингибиторов контрольных точек в качестве опции адъювантной терапии. Это и неволумаб, и пембролизумаб, и дурволумаб, и отезолизумаб, и комбинация отезолизумаба с химиотерапией. Я думаю, что в ближайшие 5 лет мы с вами обязательно увидим какие-то точные терапевтические опции, которые сможем рекомендовать пациентам. Порядка 25-30% пациентов имеют активирующие мутации. Это тот факт, который нам предполагает использование ингибиторов тирозинкиназы в качестве опции для адъювантной и неоадъювантной терапии. Что у нас тайминга нет на вашей презентации, поэтому просто хочу предупредить, что надо следить за временем. Да, у меня три слайда. Да, пожалуйста. Исследование адъювант, которое продемонстрировало улучшение выживаемости без прогрессирования, но при этом не улучшило общую выживаемость. Исследование радиант и стон, которые действительно демонстрировали улучшение безрецидивной выживаемости против общей выживаемости. И текущее исследование таргетной терапии в качестве адъювантной терапии перед вами на слайдах. вы видите, что их огромное количество, результатов его мы ждём. Подводя итог, я бы хотела сказать, что в настоящее время адъювантная химиотерапия рекомендуется пациентам второй и третьей стадии немелкоклеточного рака лёгкого. Она может рассматриваться для пациентов с опухолями, размер которой более 4 см в случае, когда стадия 1b. Важно, чтобы химиотерапия начиналась через 8-10 недель после операции. Следует использовать 4 цикла дуплетов на основе препаратов платины. Неоадъювантная химиотерапия назначается в том случае, когда целесообразность от операции под вопросом. Продолжаются исследования адъювантной таргетной иммунотерапии, но окончательных данных пока мы не имеем. Благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует...